На заседании Кенгаша Сената Оли Маджлиса проанализировали состояние проводимой работы по охране репродуктивного здоровья, материнства и детства. Вокусе внимания недостатки, выявленные в ходе первичного изучения. Принято решение о создании рабочей группы, которой поручено до 1 ноября внести конкретные предложения в Кенгаш Верхней Палаты. Уровень развития службы охраны материнства и детства, оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и детям важны индикаторы социального благополучия общества. Анализ эффективности соответствующей работы, проводимой в стране, показывает, что специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается 227 родильными учреждениями республики, более 9 миллионам женщин детородного возраста. 238 детских лечебно-профилактических учреждений обслуживают свыше 11 миллионов детей до 18 лет. Отдельное внимание уделяется мониторингу состояния здоровья женщин. Сейчас, как при каждой районной большой поликлинике, имеется женская консультация. И это тоже достижение. Также в первичном звене открыты онконозорад кабинеты. То есть идет ранняя диагностика рака шейки матки и молочной железы. И мы думаем, что в ближайшем будущем мы сможем все-таки снизить эти заболевания и победить их в стране. Был обсужден вопрос трансформации службы. По указанию руководителя нашей страны мы должны были объединить три центра. Это республиканский центр акушерства и гинекологии, центр репродукции и республиканский скрининг-центр. Очень активно обсуждалась вертикаль структуры службы. То есть объединенные центры – это будет одна кластерная система. И эта кластерная система будет такая же и в регионах вплоть до первичного звена, антинатального ухода. Чтобы мы ни одну женщину не опустили. Наряду с плюсами в данной работе озвучены проблемы, обнаруженные в ходе первичного изучения, проведенного сенаторами. Речь шла о показателях младенческой смертности, недостатках в процессе реализации государственной программы, раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на 2018-2022 годы. Предметом обсуждения стала нехватка в регионах коек для рожениц, медицинского персонала. Вопрос укрепления материально-технической базы родильных учреждений республики в соответствии с международными стандартами и обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Оставляет желать лучшего и эффективность взаимодействия Государственного комитета семьи и женщин, Министерства здравоохранения и Махали. Недостаточно ведется работа по разъяснению последствий ранних и родственных браков. Все это требует пристального внимания. В связи с чем принято постановление Кингяши Сената Али Машлиса о создании рабочей группы во главе с председателем профильного комитета Верхней Палаты Парламента. В ее составе представители кабинета министров, соответствующих министерств, ведомств и учреждений. В ближайший месяц им предстоит провести изучение реальной ситуации в регионах и до 1 ноября текущего года внести конкретные предложения в Кингяши Сената.